всем добрый вечер я рада что у нас сегодня собралось так много и сегодня мы с вами попробуем поговорить на тему космоса возможности жизни в космосе вообще что такое космос и так жизнь за пределами земли когда инопланетяне установят с нами контакт когда люди засели другие планеты и сможет ли человечество вообще создавать искусственные планеты ответы на эти вопросы вы сегодня не узнаете но зато узнаете ответы на такие вопросы как что такое астробиология и кто и занимается возможно ли жизнь на других планетах и мой любимый вопрос если жизнь на марсе но обо всем по порядку для начала как вы наверное уже поняли вопросами жизни в космосе занимается такая наука как астробиология астробиология и сами астробиологи изучают возможность происхождения распространения и существования жизни во вселенной на различных космических телах астробиология довольно таки междисциплинарная наука она связана тесно и с физикой и с биологией и с химией и с астрономией с экологией и даже с географией но теперь мы с вами перейдем к такой теме кто же сейчас какая организация занимается астробиологией и изучает возможность жизни в космосе это нас нас изучает данную проблему можно сказать относительно недавно с 60-х годов двадцатого века но к сожалению едва ли каждый университет может похвастаться тем что выдает научную степень астробиолога но несколько все таки есть это вашингтонский университет и университет штата пенсильвании или penn state university если после сегодняшней лекции кто-то решить и мне надо стать астробиологом то к сожалению когда вы будете вбивать на сайтах поиска работы тег астробиолог хочу быть астробиологом мечтаю стать астробиологом вы не найдете работу с данной вакансии как же попасть в такую отрасль как астробиология можно попасть через смежные дисциплины та же физика та же астрономия астрофизика аналитическая химия даже и микробиология типичный день астробиолога занимают изучение анализ данных с космических телескопов и данных со спутников да пока к сожалению вот об этом общение с инопланетянами речи не идет но и сегодня в формате нашей лекции мы с вами попробуем предположить есть такие космические тела как титан и марс пригодна ли для на них жизнь можно ли земные объекты заселить на данные космические тела и будут ли они там жизни пригодными скажем так попробуем проанализировать данные космические тела ну и так сначала по порядку что необходимо чтобы жизнь на какой на какой-либо планете спутники неважно космическом спутнике зародилась для этого необходимы три основные вещи первая вещь это наличие какого-то источника энергии для будущих живых объектов это наличие жидкости на поверхности не обязательно вода любая жидкость и это наличие неорганических веществ чаще всего предшественников органических соединений которые кстати и являются этим источником энергии и так почему мы с вами выбрали именно титан ну во-первых титан это самый крупный спутник сатурна во вторых титан имеет на своей поверхности жидкость кстати это единственное космическое тело в солнечной системе пока либо как ученые предполагают пока это единственное тело космическое которое имеет жидкость на своей поверхности в частности эта жидкость так называемые озера моря океаны в кавычках естественно из этана и метана помимо этого титан покрыт так называемыми песчаными дюнами которые состоят из углеводородного вещества ну может быть кто-то был из вас в африке я лично не была но ученые предполагают что эти дюны напоминают такие себе дюны пустыни намибийской намибийской пустыни в африке не знаю им виднее и помимо этого напоследок титан обладает опять-таки в солнечной системе самой плотной самой толстой можно сказать атмосферой его атмосфера составляет свыше 400 километров толщину такая жирненькая она состоит из азота на 95 процентов метана и аргона метана меньше аргона как вы видите других газов там уже незначительные буквально таки следовые количества что нам это дает кто-то из вас смотрел фильм интерстеллар поднимите руки отлично а вы помните в конце фильма была такая цитата что будущее поколение землян создаст свою колонию цитирую где-то недалеко от сатурна совпадение не думаю итак продолжим из вас за своей довольно таки сильной удаленности от солнца у поверхности титанов среднего температура составляют минус 180 градусов цельсия холодно да очень холодно при этом что на сегодня изученные живые объекты на земле могут выживать при температурах не ниже 20 минус 20 градусов цельсия да ниже они могут жить но это скорее не жизнь это как медведь спал спячку состоянии некоторого такого анабиоза то есть все молекулярные биохимические процессы фактически отключаются при таких условиях что же делать есть два пути либо мы будем модернизировать сам саму планету космический спутник либо мы будем модернизировать сами живые объекты которым возможно смогут заселить данную планету сначала модернизации поговорим о модернизации самого титана но многие ученые предполагают что под поверхностью титана располагается целый слой не высоко сжатых льдов как думалось ранее а именно целый такой глобальный слой под поверхностного океана причем этот океан довольно таки соленый там большое количество хлоратов карбонатов что нам это дает есть такие микроскопические существа микроорганизмы назовем их археями они от бактерий отличаются строением клеточной стенки типичных бактерий некоторыми биохимическими своими процессами реакциями мы в эти дебри углубляться не будем но для нас важно что что они галафильные то есть они любят соль вспоминаем в они много соли такие археи любят соль поэтому мы сейчас с вами будем говорить об археях мы с вами их условно разделим на два таких класса по дыханию археи которым нужна нужен кислород для дыхания назовем их аэробами и тем которым кислород не нужен назовем их анаэробами и по типу питания их сами разделим литотрофы тем которым нужны неорганические вещества та же соль к примеру условно песочек и органотрофы тем которым нужны органические вещества условно капелька нефть та же нефть итак возможно в будущем титан сможет заселить такая земной представитель микроорганизмов земная архея как галя квадратом вальсбии в чем ее особенность ну сначала видите она очень маленькая 5 нанометров то есть ее можно увидеть только по специальным микроскопом что такое 5 нанометров представим что у меня сейчас в руке окажется теннисный мячик это 100 миллионов нанометров а это 5 нанометров то есть вот настолько она мало помимо этого и как вы видите ей не нужен кислород для дыхания для нормального существования она любит соль назовем это умными терминами сейчас буду ругаться не обращать внимание галафильная архея то есть любит соль естественно она является литотроф то есть организм который питается неорганическими веществами ну и еще немного о модернизации планеты с этим понятно возможно возможно теоретически если верхних слоях атмосферы появится так называемая угольная пыль или пыль из частиц углерода то верхние слои атмосферы смогут разогреться до какой температуры разогреться ученые пока еще об этом говорить открыто не могут но если мы предположим что допустим верхние слои атмосферы разогреются даже до такой отметки как 0 градусов цельсия то заселить их уже сможет бактерии такая бактерия как метиллоцеля полюстрис она любит метан вспоминаем в атмосфере титана аж 4 процента метана это довольно таки большой процент она кушает метан при этом она является факультативным анаэробом что это такое она может жить как в кислородной среде таких бескислородной среде и при этом она может выживать при температуре от минус 2 до плюс 5 градусов цельсия так ну и теперь как я вам обещала поговорим что же может случиться самими живыми объектами которые смогут заселить такую планету как космический спутник как титан возможно они станут более устойчивыми к холоду при помощи чего есть так называемые белки холодового шока которые помогут им переживать такие низкие температуры к сожалению на земле пока таких живых объектов не найдено поэтому это только теоретическая разработка но и напоследок как я вам обещала мы поговорим немножечко о марсе спойлер пока жизни на марсе нет но она была это доказано среднем температура на марсе составляет минус 60 градусов цельсия но она колеблется в связи с тем что марс не обладает такой плотной атмосферы как на титане он фактически не имеет атмосферу на есть но она незначительно то температура колеблется днем до плюс 20 градусов а ночью до минус 90 градусов то есть вы можете представить днем вы идете на море купаться ночью уже все в шубы одеваетесь и включаете уфо обогреватели но теперь какая же все таки атмосфера на марсе есть в основном это углекислый газ буквально следовые остатки кислорода и угарного газа немного аргона и неона теперь если жидкость на марсе да вода на марсе есть но это не привычная вода это не жидкость это скорее лед лед из тех же солей тех же хлоратов тех же гидрокарбонатов полярные шапки вот видите тут показано 1 2 полярная шапка это лед но раньше вода на марсе была в жидком состоянии об этом свидетельствуют множественные кратеры которые были найдены на марсе и высохшие русла рек почему же марс имеет такой характерный красный оттенок а потому что на марсе есть еще остатки оксидов железа которые как раз ему придают такой характерный красноватый оттенок ну и теперь касательно кто бы мог теоретически из земных живых объектов заселить марс такой лишайник как бюэлиофрегида если кто из вас забыл что такое лишайники по сути это содружество между водорослями и грибами научным языком опять ругаюсь симбиоз то есть симбиотический организм так вот бюэлиофрегида находится у нас живет в антрактиде и в альпах ученые из немецкого аэрокосмического центра отобрали часть живых целых колоний из этих лишайников поместили в такой специальный бокс которым был или смоделированы марсианские условия и этот лишайник таки выжил помимо этого есть еще такие грибы как криомицис антрактикус кремится значит может выживать крио в при низких температурах антрактикус был найден в антрактиде а именно в сухих долинок макмерда и это уже были не немцы это были американцы они отправили данный гриб на международную космическую станцию 60 процентов клеток данного гриба оказались жизнеспособными ну и напоследок на этом слайде вы можете видеть литературу которую я использовала да вот эти вот обозначения были сделаны не просто так это фотографии откуда я брала это источник информации откуда я говорила может найдутся некоторые дотошные люди которые захотят потом после лекции ознакомиться со всем этим ну и завершить мою лекцию мне хотелось бы словами великого астробиолога популяризатора науки карла сагана космос есть внутри нас мы сделаны из космического вещества мы это космос которым познает себя спасибо большое за внимание вопросы да да пожалуйста когда было доказано что на марсе когда-то была жизнь хороший вопрос спасибо большое но опять таки это не доказано это предполагается был такой метеорит сейчас я его точное название не вспомню в общем данный метеорит был как он упал на землю предполагалось что он упал именно с марса так вот на данный метеорит те были найдены отпечатки скажем так предположительно эти отпечатки напоминали вы знаете как есть окаменелости динозавр да так вот эти вот отпечатки напоминали что скорее всего это были бывшие ранние бактерии на самом деле эта тема довольно таки интересно в основном ученые на данный метеорит особого внимания не обращают ну мало ли а вдруг это были не бактерии вдруг это что-то другое но почему доказано что жизнь на марсе была как раз вы помните я говорила о том что на марсе была вода скорее всего если была вода то скорее всего и была жизнь раньше то есть в основном ученые делают упор на это на это и поэтому говорят что жизнь на марсе раньше была естественно это были не большие объекты это были скорее всего какие-то те же простейшие микроорганизмы вот 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 так вот еще вопросы я считаю что отсутствие атмосферы связи с этим активная космическая радиация космическое излучение в связи с этим высокие перепады температур потому что организм способны выживать при опять таки утром плюс 20 вечером минус 90 градусов то есть не найден ни один жизни не на не известно пока ни одного живого объекта который смог бы выживать при таких высоких перепадах температур и еще был сзади вопрос да зачем вообще надо вот заселять бактерии я знаю что вот когда идут экспедиции на марс старается чтобы аппаратура себя была стерильная чтобы не внесли коррективы изучение в поисках жизни спасибо за вопрос но речь идет в том что знать как это статус того мультика чтобы купить что-то не нужно сначала продать что-то не нужно чтобы действительно все спутники и зонды отправляемые на масс на марс проходит высокий уровень стерилизации но ученые должны понимать какие из земных объектов могут теоретически заселить эти планеты эти космические тела чтобы в первую очередь исключить попадание на данный зонд именно этих микроорганизмов именно этих организмов ну к примеру можно подумать откуда вдруг возьмется лишайник из антрактиды в америке на каком-либо зонде а вдруг неизвестно а вдруг не только лишайники могут выживать а вдруг может выживать какая-то бактерия которая например является живет вот я не знаю на коже человека тот же стафилококк вдруг он тоже сможет жить спокойно и на марсе и на том титане поэтому такие исследования проводятся чтобы теоретически исключить возможность заселения марса то есть чтобы обратить в первую очередь внимание на те организмы которые обитают среди нас и в первую очередь исключить их нахождение в тех в том же центре нас откуда и идут отправка космических спутников еще один вопрос смотрите колонии которые вы назвали они просто выжили или смогли размножаться они смогли размножаться и произвели даже по две или три генерации своего потомства было это гораздо меньше чем на земле не факт понимаете в чем суть это меньше чем на земле но то что они тем не менее смогли произвести потомство причем не одно поколение а помню там было да где-то около трех поколений это довольно таки высокий показатель для того же космоса для марсианских условий это большой поколение все равно не показатель потому что это может быть внутренний запас бактерий колония бы могла потом вымерить просто из-за того что сама расходовала свои же ресурсы это не показатель ну многие ученые с этим не согласны они считают это показателем дело в том что даже после если облучить ту же бактерию один раз ультрафиолетовым в общем облучить ее ультрафиолетом то уже первое поколение будет идти с дефектами а после а второе поколение может вообще не обнаружится поэтому многие считают что все таки это высокий показатель до марсианских условий но тем не менее еще вопросы да а возможно ли жизнь на европе в спутнике юпитера и вообще на газовых гигантах юпитер сатурн и дальше касательно европы тут вопрос интереснее насчет европы я не находила таких исследований чтобы кто-то теоретически пытался смоделировать даже условия возможности жизни на европе но в в принципе это возможно те же археи довольно таки экстремофильные микроорганизмы в принципе теоретически не могут заселить как и европы найдется какой-то я не знаю там термоустойчивый или холодоустойчивый живой объект и он сможет заселить европу пока исследование каких-то фундаментальных не ведется и и и и и и и и